Приветствую вас! Начать мне бы хотелось с того, что вы описываете ситуацию, в которой до поры до времени все происходит вполне нормально. То есть, муж в разводе 10 лет, 6 лет вы с ним вместе, 3 года из которых брак. Отношения с бывшей женой, как говорит, не поддерживает. И здесь первый момент. Если вы употребляете слово, как говорит, значит, возможно, вы не до конца ему верьте, не до конца ему доверяете. То есть, у вас где-то на фоне, возможно, всегда присутствует фигура его бывшей жены, которая не точно бы прямо вас приводит из себя, напрягает или что-то еще, но, наверное, определенный дискомфорт доставляет. Дальше вы пишете, что она почему-то записала номер телефона мужа, когда брала кредит. И ему начали звонить, чтобы сказать, по какому номеру телефона можно найти жену. Пожалуй, нужно сказать, что до тех пор, пока не будет однозначно доказано, что мужчина, ваш муж поддерживал связь со своей женой бывшей, поддерживал с ней контакт. До тех пор, пока не будет доказано, можно и нужно здесь говорить о том, что его жена, вполне вероятно, сделала так специально. То есть, она специально дала телефон уже вашего мужа для того, чтобы коллекторы или кредиторы звонили ему и тем самым доставляли хлопоты, неудобства, дискомфорт. Для чего она это сделала? Для чего она это сделала? Что ею двигало в момент, когда она давала этот телефон? Можно только гадать. Дело в том, что женщины бывают очень мстительными. И вполне может быть, что она так хотела отомстить вашему мужу, например, за то, что он нашел себе другую женщину и по сути дела построил уже другую семью. Может быть, она в трудную минуту вряд ли она брала кредит от хорошей жизни. Так вот, может быть, она в трудную минуту просто-напросто вспомнила о человеке, который единственный для нее, ну не то чтобы что-то значил, не то чтобы как-то имел значение для нее. Может быть, просто поддержка была нужна этой женщине и она о нем вспомнила. То есть, по сути дела, в этом, еще раз повторю, пока не будет доказано, что мужчина обманывал вас, когда говорил о том, что не поддерживает связи со своей женой. Так вот, пока это не будет доказано, можно говорить о том, что жена бывшая сама решила сделать так просто из каких-то своих мотивов. Дальше, вы пишете о том, что вам не понравилось, что вам постоянно звонят из банка и, собственно говоря, спрашивают, где найти жену. Ну и вы предлагаете своему мужу, значит, как бы дать уже телефон на жизнь жены, чтобы вас не беспокоить. Решение более чем логичное, решение более чем естественное, более чем нормальное. Ну вот, реакция мужа вами воспринимается, боюсь, не совсем однозначно, не совсем правильно. Дело в том, что вы почему-то думаете, что мужчина, когда отказался давать телефон своей жены, защищает именно ее и ставит под угрозу вас, ставит под удар вас, но в действительности ситуация заключается в том, что мужчина понял, ощутил, увидел, что его бывшая жена как-то взвалила на него часть своих проблем, часть своих обязанностей. И если бы мужчина как бы снял их с себя, а передав телефон своей жены банку, он бы, по сути дела, проявил бы себя слабым, проявил бы себя трусом. И это для вашего мужа, как для мужчины, неприемлемо совершенно. И вот этот слаб, если воспринимать данную ситуацию через подобный контекст, объясняет такое его поведение. Я думаю, что, ну, смотрите, если за три года брака, за шесть лет, что вы вместе, проблем, как таковых, у вас не возникло, значит, нет поводов думать, что мужчина как-то вас предает. Еще раз повторю, пока не было доказано обратное. То есть, пока не доказано его связь с бывшей женой, нельзя говорить о том, что он вас обманывает. Нельзя не верить вашему мужу, пока не было прецедента доказанного. Пока не было доказанного обстоятельства и факта, который подтверждал бы обратно. Дальше. Реакция мужчины. Такая слишком бурная, такая слишком, значит, экспрессивная, безусловно, показывает его заинтересованность. Но заинтересованность в чем? Вот вы, например, в силу, как я уже сказал, что, возможно, не доверяли, не доверяли и не доверяете ему до конца, вы восприняли его экспрессивное поведение, как следствие желания защитить свою бывшую жену. Я же говорю вам о том, что при прочих равных условиях реакция мужчины связана с тем, что вы хотите, чтобы он выглядел слабым перед своей женой, бывшей, перед женщиной. И перед, вероятно, самим собой. И вот это как раз то, что его не устраивает. Это как раз то, что не устраивает его сильнее всего. Ну, не хочет мужчина выглядеть слабым. Это, наверное, его право. Да, возможно, он не должен был реагировать именно так. И в этом, безусловно, я его не оправдываю. Да и никто, я уверен, не станет оправдывать его, потому что при любом раскладе нельзя повышать голос и нельзя грубить объективно своему близкому человеку, то есть вам. И в этом плане мужчина, конечно, поступил нехорошо. Но, как я уже сказал, им двигали свои личные желания и личные мотивы. Как бы, в данном случае предательство заключается лишь в том, что вот эта вот вспышка, вспышка ярности, вспышка агрессии, может быть, да, значит, которая у него предошла, вот эта вспышка является следствием чего-то другого. Возможно, невыраженных эмоций по отношению к вам. Возможно, каких-то, ну, элементов недовольства, невыраженных вам. Понимаете, экспрессия, то есть вот это вот, вот это вот ваше, то, что он устроил скандал и кричал, чтобы мы не лезли, это его выражение эмоций свидетельствует о том, что он свои какие-то чувства, какие-то переживания подавляет. А почему подавляет? Для чего подавляет? Что заставляет его подавляет? Неизвестно, потому что нужно анализировать вашу уже семейную жизнь, искать, если угодно, проблемы, если они есть, определять, насколько вы и как вы обсуждаете ваши проблемы, обсуждаете ваши разногласия, обсуждаете ли вы их вообще, потому что пока у меня складывается такое ощущение, что вы этого не делаете. И если так, то это очень плохо, потому что, ну, объективно нужно разговаривать, если есть какие-то проблемы, если есть какие-то разногласия, а если вы этого не делаете, то, естественно, возникнет накопление негатива, которое, собственно говоря, и может в итоге вылиться вот в то, что вы описываете. Так вот, вот это то, о чем я говорил, вот это является тем, что реально происходит. Предательство – это когда человек действует во вред тем, кто его любит. Вот вы говорите, что поставлять под удар коллекторов вашей семье, которая вообще не имеет отношения к этому кредиту. Здесь я бы сказал так, что предательство вы увидели в том, что мужчина подставил под удар вашу семью, под удар коллекторов вашей семье. Ну, простите, на имя кого был взят кредит? На имя мужа? Вряд ли. На имя кого был взят кредит? На имя жены, бывшей жены, которая к мужу своему отношению никакого не имеет. Я думаю, вам прежде чем предпринимать поведение мужчины как предательство, было бы правильнее сперва посмотреть условия этого договора, то есть как заключается кредитный договор, что значит номера телефонов в этом договоре и так далее. Коллекторы не имеют права значит, взыскивать деньги, взыскивать имущество, взыскивать возмещение к задолженности по кредиту и самого кредита всех людей, которые этот кредит не брали. И это значит, что максимум, что они могут, это просто-напросто звонить вашему мужу. Все. Больше они не могут ничего. И мне не очень понятно здесь, почему вы так вот говорите, чтобы именно под удар коллекторов подставил вашу семью. То есть где удар? В чем удар? Кредит все равно будет взыскиваться только жены. Поэтому номеру телефона мужу будут звонить и спрашивать только где ее найти. И все. Или вы смотрите вместе с мужем или одна свои права и обязанности у юристов, например, уточняете, да, на что имеют право коллекторы, на что не имеют, чтобы быть во всей оружии. Или вы, собственно, с мужем спокойно обсуждаете то, о чем вы беспокоились. То есть он-то думает, что вы указываете, как ему поступать. И наверняка, когда вы ему говорили о том, что он делает неправильно, это и выглядит вот так. Но если вы спокойно скажете ему, что вот вы всего лишь беспокоитесь за вашу семью, при этом он может делать все, что хочет, он может делать действительно все, что ему угодно, но при этом, чтобы это не вредило о вашей семье, то вот это уже совсем другой разговор, если вы дадите показать, что действительно вас волнует. А мужчина, скорее всего, воспринимает ваше поведение как ревность, как нежелание воспринимать тот факт, что у его бывшей жизни могут быть какие-то проблемы. И тем самым вы посягаете на его мужик ну, об этом я уже говорил. И предательство здесь только в том, что эти действия могут нести реальный вред вам. То есть, если фактически вред имеет место быть, если, например, по законодательству коллекторы могут прийти к вам разыскивать имущество в пользу кредита, если по законодательству такое предусмотрено, то тогда да, мужчина воспринимает. Потому что он поддавил интересы свои и интересы своей жены, ну, в данном случае это не важно своей бывшей жены, да, привычные интересов вашей семьи, вашей с ним семьи. И вот это является неприемлемым. Другое дело, что если реального вреда нет, тогда мужчина вполне может считать, что вы просто раздуваете из муки злого слона и не более того. И доказать ему обратное обвинениями в предатности, например, у вас не получится, потому что мужчина так и будет думать, что вы просто истеричен. И таким образом можно сделать вывод, что предательство это является в том случае, если есть совершенно реальный вред вам. Либо если вы сможете четко, ясно, лаконично, однозначно сказать своему мужу, что вам по какой-то причине не нравится, что ему звонят из банка. Только вот вопрос к вам будет, как вы объясните своему мужу, что вам не нравится, что ему звонят. Вот не очень этот момент понятно. То есть мне это понятно, почему вам неприятно, я за вас понимаю. Но вы мужу своему этого не объясните, потому что он уверен, что никакого вреда нет. И вот вам нужно выбрать для себя один из двух возможных вариантов. Ну даже наверное из трех возможных вариантов. Первое это увидеть за его реакцией такой наличие определенных проблем у вас, которые скопились за шесть лет. То есть рассматривать эту ситуацию не как предательство, но как показатель того, что определенные проблемы по крайней мере со стороны мужчины, определенная неудовлетворенность с его стороны есть. И на это закрывать глаза нельзя. Дальше. Второй вариант. Вы показываете своему мужу реально причинно-следственные связи, реальные причинно-следственные связи между тем, что он делает и вредом вашей семьи. Вашей семье. С мужчиной нужно разговаривать на его языке, на языке логики, на языке формальной логики, если вы хотите что-то ему показать. Если реальные причины-следственные связи вы показали, мужчина ее не видит, не хочет видеть, то тогда, причем вы эту реальную причину-следственные связи подкрепили фактами, подкрепили аргументами, подкрепили доказательствами, мужчина все равно не видит ее, не придает ей значения, то есть относится халатно, то есть он знал о том, что какие-то негативные последствия могут быть, но предпочел рассчитывать, что они не произойдут, то вот здесь момент, да, это предательство. Но тогда требует понять, что если мужчина сожалеет о том, что он сделал, вот, например, пройдет какое-то время, да, вы дадите ему немножечко успокоиться после этой ситуации, пройдет какое-то время, вы увидите, сожалеет ли мужчина о том, что он сделал, сожалеет ли о том, как он поступил. Если да, значит, действительно, это предательство в узком смысле слова человек поставил интересы других превыше интересов своей семьи, ошибся, такое бывает, если это первый раз, можно простить, можно поговорить, для человека это опыт, если опыт он извлечет, то больше так не поступит. Если же вы увидели, что раскаяния у человека никакого нет, то тогда можно говорить о том, что так было всегда, то есть человек всегда ставил интересы кого-то, привычные интересы в своей семье, просто не было такого обстоятельства, которое бы подтвердило данный факт. Это означает, что человек не предатель сам по себе, это означает, что вы видели его иначе, чем он был на самом деле. и здесь скорее ваша ответственность за то, что вы видели, не то, что есть, а то, что вы хотели видеть, или то, что вам казалось. В этом случае обвинять человека в предательстве действительно бесполезно, он действовал и действует исходя из своих интересов, вам нужно просто-напросто самой действовать в своих интересах, раз человек не заботится о вашем. при этом необходимо понимать, что требовать что-то от него, ругаться на него, пытаться давить на совесть, на что-то еще бесполезно, потому что человека это не впечатлить. Если он изначально действовал в своих интересах, то такова его стратегия проведения и он ее не изменит. И любое ваше действие по отношению к нему как к человеку, который интересами вашей семьи дорожит, хотя в действительности это не так, будет по сути действием к человеку, который живет только в вашем сознании. Надеюсь, этот момент вам понятен. Ну и наконец, третий вариант, это вариант того, что вы для себя увидите, что никакого реального вреда нет, и что мужчина просто-напросто понимает это лучше, чем вы, и вы просто с ним согласитесь, не будете утрировать, не будете как-то раздувать конфликт вокруг этого, потому что сама по себе ситуация, если смотреть на нее чисто предметно безобидно и ничего не значит, то это не значит, что мужчина вас предан, не значит, что общается со своей женщиной, но тогда возникает вопрос, почему вы продаете этому так много значения, либо вы не уверены в себе, либо чего-то боитесь, и с тем и с тем можно индуинно поработать, чтобы вы стали увереннее в себе, чтобы вы не выздраивали мужа таких, чтобы вы не видели вреда и угрозы там, где их нет, чтобы вы, может быть, больше доверяли своему мужчине, и, если вы чего-то боитесь, что вы бояться перестали, потому что страх, равно как и неуверенность в себе, являются благоприятными условиями, благоприятными фактами для того, чтобы вам, лично вам, впасть в зависимость от своего мужа, а это не есть хорошо для любых отношений. Именно так я вижу ситуацию, надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею за субтитры Алексею